Всем привет! Решил разбавить немножко контента, а тут так и получается, как я признавался в комментариях, что основа моего канала это какие-то тесты вещей, использование вещей, разговоры о вещах и прочее-прочее, то есть все довольно-таки материалистичное, то есть я что-то хочу купить, что-то не могу себе позволить, что-то могу и прочее-прочее. В общем в эту сторону отклонился и вот недавно вернулся в обсуждение более широкого диапазона тем, в том числе мы поговорили о суициде, ссылка на это видео в описании, по-моему довольно-таки хорошая, конструктивная, по крайней мере некоторые люди, которые возможно сталкиваются с такими мыслями или в принципе испытывают депрессию, в том числе нашли такое видео, так это и работает в интернете, у тебя есть проблема, там не знаю, скрипит каретка или депрессия, хочу умереть и тут сразу на ютубе вводишь и находишь какой-то подходящий контент и вот в том числе отозвался один человек, как его никнейм, Salt Chronicles Head, короче это игра по-моему какая-то и канал более 10 тысяч абонентов, все круто, делает видосики по игре какой-то и вот в последнем видео я все вижу, ты оставил публичный комментарий, поэтому не обижайся то, что все это раскрываю так, на самом деле, оставляешь публично и уже подписываешь согласие с тем, что твою проблему или твой случай, может у тебя проблем нет на самом деле, обсудят. Итак, в последнем видео там в том числе было написано, что у человека была депрессия, но за счет подписчиков, бла-бла, поддержки и кому-то действительно его став, его контент интересен, он дальше все-таки продолжает делать и прочее, прочее. Это конечно все здорово, такие вот заявления я наслышан о них, то есть когда люди, блогеры испытывают какую-то поддержку и вот выражают благодарность своим зрителям, что это вообще круто, что вы меня поддерживаете, бла-бла, только ради этого делают и прочее. Это отчасти правда, да, если у тебя есть проблемы, которые не связаны изначально с твоими зрителями, вот, например, много хейтеров было, но потом много там пришло людей, которые на самом деле искренне выразились по качеству твоего контента, что они, оно, он ли помогает им или как-то развлекает и прочее, прочее. Вот. Нет, проблема изначально не была в зрителях и они тебе помочь тут вряд ли могут, то есть здесь проблема была внутреннего характера и то, как поддерживают тебя зрители, это уже второе место. Это важно, но это уже на втором месте. Проблема, на самом деле, в чем-то другом и стоит ее как раз решать на другом, на другой платформе, нежели как YouTube. Это, конечно, развлечение и прочее, но вот человек делает стримы, как я понял, там по два часа какой-то игры, Warcraft, по-моему, да, кого-то это может интересовать и прочее, но и мне приведена была ссылка статья о суициде, причем о причинах того, что ушел из жизни по своей воле Крис Корнелл и вот в том числе там автор, не помню как его, в общем он бестселлер по биполярному чему-то, чему-то расстройству, по-моему, и в статье не особо много по научной теме, говорится, лишь упоминается, что вот там бестселлер 450 тысяч, что ли, копии было продано, бла-бла-бла, и это все, конечно, здорово, но науки там было очень мало, там было рассказано о каком-то, о какой-то химии мозга, которая влияет на самом деле на всю ситуацию, то есть вот буквально то, что я сейчас только что сказал, проблема внутри, проблема где-то в химии мозга, а не снаружи, ты можешь иметь детей, деньги, любящую жену, у тебя материально все схвачено, все отлично и прочее, но если у тебя вот какая-то там химия не варится, или что-то такое, может я неправильно понял, пробежал статью, если честно, то ты можешь в один прекрасный день просто какие-то услышать голоса, что тебе нужно выпрыгнуть с окна, или там порезать вены, или прочее-прочее, такие ужасы, причем чисто внешне или со стороны не скажешь о человеке, что он подвержен, склонен к суициду. И вот в данном случае, окей, если ко мне на мое видео, получается в качестве аргумента появляется вот такое, то есть химия мозга, бла-бла, окей, химия мозга, разберемся, химия мозга, все, практически все наши клетки работают на глюкозе, это вот к химии, да, отнесем, и я не бестселлер, не автор бестселлера, там не помог пока, по-моему, я не уверен, никто, по крайней мере, мне ни в личку никуда не сообщал, никого не сберег от суицида, но считаю, что если обратить внимание, опять-таки, на химию всего твоего тела, не только мозга, это тоже довольно-таки поверхностная оценка, то, на мой взгляд, если ты засахарен по самой неболой, то есть от 10 грамм углеводов на килограмм веса тела, если в тебе больше 30-20% даже содержания жира в теле, то понятно, что 100 килограмм весишь, понятно, что не 1000 тебе грамм углеводов нужно, у тебя лишний вес, и нужно тут рассчитывать, сколько ты бы весил, если бы в тебе было там, ну, примерно меньше 15%, вот, короче, если ты с утра до вечера, грубо говоря, ты просыпаешься, у тебя есть активность, если ты каждый день по полчаса минимум потеешь в результате спортивной активности, если ты засахарен, если ты гидрирован, если ты выспался, то, на мой взгляд, мысли о суициде просто, они никогда, им просто невозможно материализоваться, в том числе по ссылке в описании добавлю видео о докторе Грегоре, в котором есть всякие ссылки на исследования, в котором, в том числе, он раскрывает тему суицидальных настроений после употребления рыбы, окей, то есть, здесь тоже абсолютно прямая связь, питание это одно из самых важнейших элементов нашей жизни, потому что, ну, стоит объяснять вообще, что это энергия, и за счет энергии мы вообще работаем как-то, ты можешь какую угодно оболочку иметь, ты можешь быть Ferrari, там, V12, R600 или R700 LS, но если бензина не нальют, то ты ничто, да, и это, думаю, не стоит еще раз как-то объяснять. Питание это приоритет. На втором месте спортивная активность, лучше все 4 конька поддерживать, веган, питание, растительное питание, спортивная активность, не нужно никакой интенсивности, но и побольше немножко активности, чем кликанье мышкой и сиденье перед компьютерной игрой какой-то, окей, если ты там на соточку проехал, то можно, конечно, в порядке восстановления и поиграться, но так это довольно-таки пустая, на мой взгляд, пустая трата времени, однако если ты, не знаю, обмениваешься мнениями там со своими зрителями, возможно, даже денег с этого немножко имеешь, то why not и тратишь на это 2-3 часа в день, почему бы и нет. И, конечно же, гидрация и сон. Это то, что не то, к чему стоит стремиться, это не какие-то идеалы, это база, это основа, да, и основы просто нужно, да, как-то имплементировать в свою жизнь, чтобы то, что тебе уже оставалось оптимировать, было просто минимальным, минимальным абсолютно. Это основы. О том, то, о чем я говорил на своем канале, это, в принципе, вот основы. И вы с легкостью, по-моему, можете определить, что действительно не нужно, как колеса, например, карбоновые, или та же рама карбоновая, руль карбоновый, и все, что угодно там карбоновое, и от того, что действительно нужно, от того, что действительно решает, это комфортный велосипед, в том числе, я там, всего человека не видно, автора этого канала, но мне кажется, там пару лишних килограмм точно найдется, который можно сбрить велосипедом, отлично ознакомившись с местностью, и серьезно, чувак, просто основу подтяни, активность, растительное питание, высокая углеводка, сон, ложись рано, вставай рано, гидрация. И депрессия в такой ситуации, ну, просто реально невозможна. Ты можешь начать, не знаю, приунывать, но, не знаю, сходи в ближайший биомагазин, купи, вот, я не знаю, голубик, я сейчас купил, я попробовал одну ягодку, понял, что сейчас вот с рисом оно вообще никак не компонуется, и буду к завтраку эти ягодки уже кушать, и они настолько классные, что, да, ради этого стоит жить, серьезно. Вы можете назвать это как угодно, фуд-фетиш или прочее, но мы живем на сахаре, да, это то, что нас движет, и в этих ягодках, конечно, мало этого сахара, но фактически они сладкие, так и воспринимаются нашим телом, и это то, что дает нам возможность двигаться и заставляет нас двигаться. На этом все, спасибо, что подключился, если есть чем поделиться, научный фон, личная какая-то ситуация, или други Икс, или подруги Икс, то, пожалуйста, в комментариях Икс-мены какие-то. До-до.